Для проверки слышно? Еще чуть-чуть прибавлю, чтобы наверняка. Представлюсь, меня зовут Мария Спиаренко, я из города Рырая, мы уже компания Айтейн. Хорошо ли? И тема сегодняшнего тренинга – это фишки рекрутирования, работа в Инстаграме. Это очень интересная тема. Она сейчас очень актуальная, так как в условиях сегодняшнего интернета и вообще жизни, вы знаете, что интернет у нас тоже не стоит на месте. И сейчас мы уже не работаем теми методами, на которые пришли, например, мы. И даже которые были год назад, полгода назад. У нас уже методы поменялись, подход к работе. Вот. И сейчас, конечно, очень стала популярной в Интернете и вообще по заходам, по посещаемости, это такая сеть, как Инстаграм. Что же такое Инстаграм? Это бесплатное приложение для обмена видео и фото с элементами социальной сети. Да, это приложение. Оно позволяет снимать фотографии и видео, применять к ним разные надписи, хэштеги, а также распространять их через свой сервис и от других социальных сетей. Все, кто сталкивается с Инстаграмом, знают, что разместив пост фотографии в Инстаграме, мы также можем автоматически разместить и на привязанных страницах в других социальных сетях. Дальше мы тоже это застроим. Так. Что нам нужно для работы в Инстаграме? Ну, наверное, всем известно, да, что, как всегда, компьютер или телефон, какой-то гаджет с выходом в Интернет, нам нужна электронная почта. Забыла сделать слайд, но попытаюсь рассказать во словах, что удобно именно для регистрации в Инстаграме и вообще регистрации в других социальных сетях, на блогах и везде использовать почту Яндекс. Почему? Потому что с одной Яндекс.Почты можно зарегистрировать, ну, минимум, вот я вчера в видео это услышала, цифру 28 страниц, понимаете, да, с одной Яндекс.Почты. Соответственно, все сообщения и ответы будут приходить на эту почту. Я думаю, что для нас это очень удобно, чем, как я помню, когда мы начинали работать на Авито, у нас это были толмуты электронных почт, а тут 28 почт. Как это сделать? Нам просто нужно менять окончание. Ну, кто уже проходил у нас тренинги на эту тему, они это знают, кому будет интересно, можете потом написать в личку, потому что действительно забыла сделать слайд. Ну, вот, например, обычно у нас это бесконечное количество. Ну, вот, Галь, значит, я остала времени, там Яндекс.ру, да, можно написать Яндекс.ком, Яндекс.уа, Яндекс.казах. Ну, там просто бесконечно. Также если менять точки, например, вот у вас адрес, да, интернет-работа-онлайн. Вы можете написать просто интернет-работа-онлайн. Вот это интернет.работа-онлайн. Интернет-работа-онлайн. И так до бесконечного количества все равно будет приходить на один адрес. Галь, ну вот как, напиши как на бесконечное, потому что я вот только услышала, пока что цифра 28 у меня страниц. Сама я делала только после логина ставить плюс один и дальше числами. Спасибо, Галь. Будем разбираться дальше. Сама просто я делала только порядка 10 страниц на одну почту. Ну, это действительно работает. Вот. В Инстаграм мы можем зарегистрироваться как с компьютера, так и с телефона. Сначала я вам расскажу именно регистрацию с компьютером. Да, Маш, логины меняем. Пароли также мы оставляем, как всегда, одни и те же. Почта, а почта одна и та же, там только символ или окончание. И приходит все в одно место. Даже на досках объявления, например, да, мы по резюме работаем, нам все отклики будут приходить на одну почту. Это очень удобно. Вот. Что нам нужно на компьютере? Открыть адрес Инстаграма, да? Это инстаграм.ком, сайт называется. Вводим наш подготовленный до этого электронный адрес, имя и фамилию. Здесь вы можете написать все, что удобно. Можете, вот, например, да, Мария Скоренко, Скоренко Мария, Мария Валентиновна. Там некоторые пишут, Мария успешная. Вот, на что вам фантазия хватит? Потому что все-таки, когда меняем имена, это больше вероятности, что знания не проследят, чтобы один и тот же человек. Логин и пароль, ну, тоже нужно, да? Пароль, желательно, чтобы был одинаковый на всех страницах, потому что потом впоследствии сохраняются эти пароли, и очень легко, и вообще, где бы вы ни были, зачем вам запоминать тысячи паролей, если можно пользоваться одним. Логин, я советую делать, первое слово писать, работа или что-нибудь онлайн. У меня логины такие, работа Мария, и дальше идут цифры. Работа Мария 1, работа Мария 2. Тоже, когда мы со страницы на страницу переходим, то очень удобно, мы меняем только цифру, пароль нам менять не надо, и очень удобно заходить дальше. Да, конечно, Галь, сейчас. У меня тут все такое дублиное. Так, видно сверху? Вот. После того, как вы зарегистрировались, не видно, Денис? Странно. Ну, я думаю, спонсор или потом нам напишите, мы вам отправим. Почему, Руслан? Нет, это мы не спамом сейчас будем заниматься, мы будем именно раскруткой заниматься. Далеко не спам. Мы имеем в виду, что для регистрации почту можно использовать вот одну, чтобы потом сюда нам приходили все наши сообщения о смене пароля, о подтверждении и так далее. Так, мы зарегистрировались, да, ввели электронный адрес, имя, фамилию, имя пользователя, поставили пароль, нажали кнопочку регистрация. Что мы можем сделать с компьютером? Мы не все можем сделать именно с браузера. Нажимаем плюсик, да, и добавляем фото, главное фото. На компьютере у вас уже фотографии должны быть подготовлены, которые вы желаете добавить к себе на страницу. Также мы можем с компьютера это фото поменять. Мы нажимаем, чтобы перейти вот на эту страницу, мы, вы видите, что нажимаем сначала вот сюда на человечка. Вот сюда вот нажимаем сначала, и потом нажимаем на фотографию на свою, и есть загрузить фото, да. Мы можем это фото в любой момент сменить, если нам так захотелось. Дальше мы можем также отредактировать профиль с компьютера. Для этого мы нажимаем «Редактировать профиль», и что у нас есть в профиле, что нам точно нужно указать. Имя, соответственно, видите, что у меня написано «Мария Валентиновна», потому что очень достаточно уже страниц на «Мария Сверенко». Дальше имя пользователя, вы тоже видите. Веб-сайт я ставлю свою страницу ВКонтакте рабочую, люди туда переходят, там рабочий статус, и так удобнее, чем блогом. Есть живое общение после того статуса, куда люди плюсики ставят, есть возможность перевести его уже на разговоры, на живое общение. А на блоге чаще всего люди просто читают информацию и сами решают. Меньше работы с возражениями, да, и вообще разговоры с человеком. Дальше мы ставим в графе «О себе» мы пишем небольшой статус со всеми своими контактами. Ну, я написала абсолютно простейший статус. Эту страницу я делала специально для этого тренинга вчера ночью, поэтому здесь было так. «Развиваю бизнес в интернете, требуются партнеры». «Связь через ВКонтакт», но у нас есть ссылка на ВКонтакт ожидать. И дальше я написала свой скайп, что кто хотел, сразу же добавляли скайп. Дальше у нас прописано электронный адрес. Телефон я не указываю. Пол, женский, кто поставит пол, кто-то не ставит пол, это не обязательно. Все, сохраняем эти данные. И дальше мы раздаем немножко, что же где у нас находится. Если вы нажмете на слово «Инстаграм», то вы окажетесь в ленте. В ленте у нас показывается все, что происходит у ваших друзей, на кого вы подписаны. Увидите, что у меня пока здесь нет ноль подписок, поэтому лента пустая. Я ее не стала предоставлять. И вот еще выделенный, да, тоже вот здесь значочек, вот там. Он тоже обозначает ленту. То же самое, что и на «Инстаграм». Все новости наших друзей и групп, на которые мы подписаны. Дальше это нам пригодится. Если вы нажимаете на сердечко, то вы попадаете в нашу историю. Как только кто-то прокомментирует ваше фото или видео, или поставит вам «Нравится», это будет показано здесь. Вырезать такой пунктик. У меня тоже ничего не вырезало. Прям такая табличка. И будет прям, кто вам что в комментарии написал, кто классы поставил, кто на вас подписался. Это что мы можем сделать с компьютера. Мы можем работать с компьютером, но вы знаете, что «Инстаграм» – это социальная сеть именно работы с фотографиями. Нам нужно зайти через телефон, чтобы загрузить фотографии. Я вообще работаю через телефоны. На компьютере я только создаю страничку, редактирую просто и вставлю фотографию, просто телефон. Мне так удобно. Телефон всегда со мной, где бы я ни была. И простейшие действия можно сделать и с него. Как же нам зарегистрироваться с телефона? Во-первых, в «Плеймаркете» мы должны установить программку «Инстаграм». Вот, а как кто на «Андроиде» в «Плеймаркете», да? Ну, уже, наверное, все практически телефоны поддерживают этот «Инстаграм». Вообще «Инстаграм» изначально создавался больше для айфонов, но сейчас уже все телефоны спокойно поддерживают. Нажимаем вот здесь «Зарегистрировать», ниже там, да? Вводим. Здесь можно выбрать либо по телефону, либо по электронному адресу. Ну, по электронному адресу это, конечно, выгоднее, потому что электронный адрес – это у нас бесплатный. На телефон мы можем… На один телефон, а двух страниц уже зарегистрировал, да? У нас нет столько синтарств, а покупка виртуальных номеров, она бесплатная, только небольшие деньги. Но зачем, если можно по электронному адресу это же сделать? Зачем тратить эти даже небольшие деньги? Вводим электронный адрес и нажимаем «Далее». Там все понятно. Также вводим имя, пароль, логин и регистрируемся. С телефона также мы можем загрузить основную фотографию. Мы, когда зарегистрируемся, выходим вот на эту страницу, нажимаем вот на этого «Человечка». И у нас появляется такая табличка «Новая фото-плотина». Мы нажимаем и загружаем с телефона уже свою фотографию. Когда у нас будет здесь стоять фотография, то также нажимаем и можем ее поменять. Также мы можем импортировать вашу фотографию с Фейсбука, если у вас аккаунты связаны. Вот у меня основная страница, которая для брендирования в Инстаграме, она связана с Фейсбуком и с Контактом. Можно отсюда фотографию импортировать. Либо с Твиттера. Кто в Твиттере и есть, тоже можно импортировать фотографию. Так, дальше. Что у нас дальше? Также мы можем здесь редактировать профиль. Вообще, если вам удобнее с телефона, то вы можете все делать с телефона. Единственное, на телефон мы можем, на один, получается, телефон, мы можем зарегистрировать всего 10 страниц. А на компьютере через браузер это количество бесконечное. Вы можете регистрировать, менять электронную почту, регистрировать. И так далее. Поэтому, вот сейчас у меня уже лимит на телефоне кончился. Я регистрирую и делаю действия все на компьютере. Эдиктимуем профиль, также устанавливаем логин. Мы его по регистрации уже написали. Ссылку на контакт. Статус видите с контактами. Вот тут страница у меня еще не подтвержденная. Мы ее подтверждаем по электронной почте. По желанию можете добавить номер телефона, но я не добавляю. И вот связанные контакты, связанные аккаунты. Это если вот для брендирования страницы, то можете сюда нажать и связать с контактом, с фейсбуком. Дальше я тоже это расскажу. Ну, картинка куда-то не туда ждать, я поставила немножко. Будет еще повтор этого. Потому что на основной странице я сильно не связываю их. Только если с рабочей страницы связать, можно кстати, с рабочей страницы ВКонтакте связать, с основной не связываю, потому что там, кстати, у меня уже написано, что это компания Айфлэйн. А когда я зову через Инстаграм, я до собеседования или до презентации эту информацию не говорю. Так как люди у нас уже напуганы этой компанией. Ну, если бы каждого здесь в комнате позвали именно на Айфлэйн, это был бы страх, это промостройки, это каталоги, это приставать к людям на улице. Мы немножко работаем по-другому, поэтому я сразу не говорю, что это компания Айфлэйн. Именно в Инстаграме. Если я другие методы использую, например, звонки по резюме, то я говорю, что это компания Айфлэйн. Вот. Также мы можем с телефоном, вот с компьютером мы не могли, а с телефоном мы можем наполнить свой профиль фотографиями. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы он был живой. Скажу более, что фотографии нужно загружать, ну, примерно на рабочие страницы, на страницы брендирования, так вообще каждый день и каждое свое интересное действие, да, в течение дня. А вот на свою рабочую страницу, ну, хотя бы раз в два, в три дня, раз в три дня, ладно, загружать примерно три фотографии, чтобы она у вас наполняла. Вот. Первые пять дней, когда мы создали страницу, мы только загружаем фотографии, мы с нее не работаем. Как мы загружаем фотографии? Мы нажимаем. Так, вот видите, у нас внизу панелька, да, здесь тоже у нас сердечко, это как и на компьютере. История наших действий, кто к нам подписался, кто прокомментировал. Домик – это наша лента. Лупа – это, все, думаю, знают, что это поиск. И вот нас интересует кнопочка, которая находится посередине, да. Видите, похоже на фотоаппарат, на значок Инстаграма. Мы нажимаем на нее, и у нас появляется вот такое поле. Здесь мы можем все фотографии, которые на телефоне выбрать. Есть выбрать для себя, какую мы хотим поставить. Нажимаем на фотографию, можно ее тут увеличить, уменьшить. Также можно эскизы поменять, сделать, что она делает, всякие там сливовые варианты. И обязательно мы пишем подпись на фотографию. Мы не ставим пустые фотографии. Вот я поставила фотографию на семинаре по работе, да. Думаю, все знают, что не совсем сегодня пришел. Недавно мы приехали, буквально 21-го числа. Я, Лилия и Миша, семинара с Коктебеля. Шикарный был семинар. И вот фотографию я подписала. И обязательно ставим хэштеги. Дальше про хэштеги я тоже скажу. Что это такое? Без них ваши фотографии не работают. По хэштегам сразу, вот, в ту же секунду появляются у вас подписчики. Классы именно по хэштегам, потому что люди ищут и заходят. Вот. И нажимаем галочку, что мы фотографии загрузили. Кроме наших личных фотографий, нам нужно загружать. Что такое хэштеги, Денис, сейчас скажу на следующем слайде. Кроме личных фотографий, мы еще загружаем фотографии по работе. В интернете их большое множество. Можете, конечно, поставить наш логотип. Я иногда ставлю. Вот он наш логотип в конце. Внизу моего слайда, да? Хэштеги, да? Картинки различные по работе, также с короткими надписями и с хэштегами. Надписи, что-нибудь типа там, продергаю работу. Эти картинки очень работают. Можете также делать в Гугле или в других редакторах фото картинки со своими фотографиями, писать о работе. Примерная статистика такая, что, например, 3-5 фотографий обычные, а одна работа. Чтоб не совсем у вас было только работа на странице, нужны обычные фотографии. Хэштеги. Что такое хэштеги? Так, сейчас не нужно. Ну, хэштеги, я говорю, вот правильно, ну, сам написал это, решетка, а потом слово. Это слово, оно распределяет сообщения по темам, да, в социальной сети, в фидблогах. Помечая свои слова хэштегами, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую информацию с помощью поиска. Если человек ведет, например, далее, если человек ведет, например, хэштег дети, мама, да, то все эти пользователи с этим словом, с этим хэштегом у вас в поиске появятся. Это нам тоже для работы очень пригодится. Дальше. И такой способ локировки пришел из Твиттера и быстро распространился по другим социальным сетям. Сейчас это очень распространено и ВКонтакте. Очень удобно сразу найти нужную информацию. Если знать, как пользоваться хэштегами, они помогут структурировать информацию по конкретному запросу и потенциально увеличить посещаемость страниц. Вот. Хэштеги ставим обязательно. У нас есть вот этот скрин, предоставила документ прям с распространенными хэштегами для работы. Но это несложно. Потом вы уже... Вот у меня телефон-кавиатура уже сама запоминает, как это хэштеги я на рабочие фотографии ставлю. Она у меня их просто пачками уже сама печатает. Так что сначала мне это казалось, это просто убийственно. Как так, на каждую фотографию... Еще внимание, что на одну фотографию можно не больше третий хэштегов. Больше у вас просто система не пропустит. Ну вот. Вот так. Вот. Что мы еще можем здесь делать? Нажимаем вот на такие три кнопочки. И у нас вся панель, да, что мы можем делать с этой страницей. Но вот самое важное и интересное, что мы можем добавить аккаунт. С одного телефона, да, планшета, гаджета, вы можете сидеть одновременно на пяти страницах. Просто переключаясь одним флитом. Переключаться вы будете вот здесь. Просто вы нажимаете и другую страницу. На одной поработали, на другую пришли. Именно вот здесь вот на стройках мы добавляем эти аккаунты. Пять. Можно. И непосредственно работа, да. Что мы делаем в Инстаграме? Да, Лилия, мы, я, конечно, как интересный личный человеком, просто дальше я буду рассказывать про бренд, и я про это еще скажу, что именно в аккаунтах больше. Как-то я немножко неправильно слайдер отнесла. Мы ищем людей по хэштегам. Нам нужны реальные пользователи. И вот я вчера буквально увидела вот такой хэштег, о котором бы я, например, даже не подумала. Мама спит, она устала. 942 публикации на этот хэштег. Я не думаю, что вот мы, как те, которые работают, будем ставить такие хэштеги. Мы все-таки что-то попроще, потому что мы нацелены на скорость. Здесь больше все-таки реальные люди. И вообще вот вы хэштег вводите, да, в поиске, в группу вы видите, да? Хэштег вводите, например, там, «Дети наши счастья». Вы видите, что много на публикации, там, несколько сотен тысяч. Вы прорисните вниз, и там будут уже менее популярные хэштеги, потому что в Инстаграм сейчас очень такая площадка для работы популярная, и все действительно туда инулись. И вот эти простейшие хэштеги, коротенькие, «Мама», «Дети», «Папа», мы их сами используем, нам, а нам смысл подписываться на рабочих людей, да, которые тем же самым занимаются. И вот ввели мы хэштег, у нас выпали люди, мы нажимаем на фотографию. Что мы можем сделать с этой фотографией? Мы можем поставить класс, мы можем подписаться на этого человека. Человек увидит, что на него подписались или поставили класс, и заходит к вам на страницу «Посмотрите». Там у вас рабочий статус и ссылка. Еще мы можем оставлять им комментарии, но комментарии на страницах реальных пользователей мы не пишем про работу. Мы пишем, например, мы можем вступить в диалог, да, например, вот что-то интересное человек делает там, йога, не йога там, да, можно там спросить, долго ли он этим занимается, или про ребенка написать там что-то. У меня вот там тоже такое, чтобы человек с вами вступил в диалог, чтобы он понял, что вы реальная личность, а не просто робот. Или просто написать, что какое красивое фото, там, поздравляю, если про день рождения, либо что-то пишет. Ну, чтобы видели, что вы реальная личность. Конечно, для этого должна быть у вас интересная страница, и, как я сказала уже, немножко забываю, путаюсь, что в странице мы начинаем примерно с пятого дня работать. За это время должно быть, ну, порядка, ну, 7-10 фотографий-то у вас на странице должно быть, и не только рабочих. Рабочих, наоборот, меньше сначала мы, что мы человек, это для системы. Поэтому, когда вы оставите ему комментарий, вот мне, например, интересно, что он мне уставляет по странице комментарий, я обычно захожу, даже работая сейчас в интернете, я захожу посмотреть, что это за человек. И так и другие пользователи, они заходят, посмотрят, и кто-то, возможно, заинтересуется. Вот, также подписки. Вы подписались, человеку стало интересно, зачем этот человек ко мне подписался, незнакомый, да, и он увидел. Дальше, что мы можем еще делать в Инстаграме? Ну, это, конечно, подписываться на всякие паблики, группы и известных людей. Вот если мы под обычными фотографиями неэтично писать про работу, то вот, например, я думаю, Сергею Лазареву абсолютно без разницы, что вы напишите под его фотографией. Если вы напишите, ну, не сильно там такие уже шаблонные, здесь нужно принимать сообщения, а такие коротенькие, да, работы дома, в домашней обстановке, пишите в профиль, вот Сергей точно не пойдет удалять ваши комментарии. И очень много звезд сейчас в Инстаграме, также это можно под кулинарные фотографии, под природу, под животные, да, какие-то интернет-магазины, они тоже все работающие, и они не зацикливаются на этом, что вы, они сами этим занимаются, что вы у них оставили сообщение. Вот так. Это то, что касается комментариев. Дальше я скажу нормы, сколько можно сделать подписок, сколько комментариев в Инстаграме. И что я хочу сказать, вот для меня изначально Инстаграм, это было просто тьма. Сейчас я уже нормально так, это даже не страшно. Ну и, конечно, я подписываюсь на вот этих вот известных личностей, на блоги, на различные, на группы. Для чего? Потом у нас даже можно их не искать по поиску. У нас, когда уже будет много народов подписчиков, мы просто заходим в ленту, да, нажимаем на слово Инстаграм, или вот на этот домик, и там уже лента наших подписчиков. И мы, если видим, например, лазает в фотографии, у них очень много обычно классов, и люди там общаются и ведут живые беседы. Мы их туда отправили. Нам уже не нужно будет поиск, искать этих личностей, поэтому мы на них тоже подписываемся, чтобы в будущем нам было проще работать. Вот. Посмотрю, что дальше. Директ. Многие, вот я даже вот съездили мы тут по себе на семинары, многие говорят, что они в директе людям не отвечают. Я отвечаю, я вообще за то, чтобы ловить любой, да, момент, как я могу не ответить людям в директе, если мне туда пишут. Что такое директ? Так, те же самые сообщения, их тоже можно прочитать только с телефона, как в любой социальной сети, в инстаграме можно переписывать по личным сообщениям. И находится он. Мы нажимаем сначала ленту, потом здесь вот есть вот такая, даже не знаю, как это назвать, значок, и у нас открывается директ. Видите, да, сколько переписок у меня в директе. Единственное, ситуация в директе не проходит ссылки. Если вы хотите скинуть какую-то ссылку на свой блог или на личную страницу, или вы человеку пишете, чтобы он вам скинул на личную страницу свою ссылку, они проходят, но их нужно оттуда копировать, что не всегда людям удобно. все-таки активные ссылки, когда, не, ну вот мне когда напишут, найдите меня ВКонтакте, я могу и поеду написать. Но свои ссылки я стараюсь не кидать, потому что люди народ ленивый, и многие, кто еще не сильно заинтересован, а просто так из любопытства написали, они не перейдут по этой ссылке. Вот есть такая функция дирекция, компьютера ее нет. Есть программка на компьютере, я сейчас не скажу, как она называется, потому что я ее не пользуюсь. Я знаю, что многие пользуются, и многие знают. Может кто-нибудь напишет в чате, как называется эта программа, а через нее можно через компьютер выходить, как через Android. Вот. У меня просто очень жутко начинается с компьютера, с этой программки, но многие пользуются, я вот, да, Миша, плюс так, программа называется, ее тоже легко скачать. Там просто можно и фотографии выкладывать, и в дирекции сидеть, у вас на компьютере, вы как будто в Android получаете. Телефон. И мои помощники при этом, эмулятор Android. Да? Да. Ну вот, я не знаю просто, это серьезно, что их много тем более, потому что этим не пользуюсь, мне удобнее с телефона. Мои помощники в работе в Инстаграме. Первое, что я завела, очень нудная, я могу сказать, поначалу табличка. Вот в этой табличке я указываю все. Видите, да, что у меня первая страничка. В ней я подписываюсь только на кулинарию. Следующая страничка там, только на тексту группы. Для чего это? Чтобы мы не подписывались, не ставили лайки одним и тем же людям. Ну, для меня это удобно. Я не знаю, пользуюсь этими табличками или нет, я рассказываю словами этого. Для меня это очень удобно. Также я каждый день пишу в этой таблице, дальше она продолжается, сколько действий я сделала. Я люблю статистику, я люблю видеть, сколько я сделала, что из этого у меня получилось. Поэтому для меня это удобно. также у меня есть документ с коротенькими комментариями. Обычно я пишу их сама, но когда уж очень надо быстро-быстро, я их копирую отсюда, меняю смайлики, меняю скобочки, меняю русские буквы на английские. Ну, вот так. Да, или без статистики никуда, но тут у меня до такой степени подробная статистика, чтобы уже точно не сбиться. понятная только мне, но тем не менее. Я не люблю подписываться на одних и тех же людей, поэтому если я на одной уже с кулинарией работаю, зачем я буду в другой странице писать тем же самым людям и подписываться на те же самые страницы. И вот здесь я скинула статус той рабочей страницы ВКонтакте, на которой у меня привязана с Инстаграмом и я с нее не работаю больше никак. Видите, да? Плохо, наверное, видно, 49 комментариев. Это примерно, вот не вижу, да в мае был такталый статус, ну, за два месяца. Причем вот, честно могу признаться, вот пока я ездила, я не так активно работала в Инстаграме, как до этого. и поэтому, ну, люди идут, люди пишут, и в Директ пишут. Если вот сделать все те действия, которые вам дальше скажу, сколько нужно сделать, то у меня с 16 страниц, это маловато, я знаю, будем делать еще, но в Директ пишет порядка человек в день, наверное, теми. и еще они пишут вот здесь на странице. Поэтому выход есть. Люди реально работают. Сейчас многие лидеры из наших, из других команд растут именно на Инстаграме. Это современный удобный метод. И личный бренд в Инстаграме. Так, что же такое личный бренд, да? Это очень хороший, вообще, метод для продвижения. Именно в Инстаграме удобно продвигать свой личный бренд. Можно и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Ну, я соединила ВКонтакте с Инстаграмом и продвигаю совместно. Но всем прекрасно знаем, что сетевой бизнес, ну, не совсем этично строить абсолютно на грязном спане, да? Может, мы когда-то и начинали работать именно с колоссовым и просто писали и писали людям. Сейчас все-таки этичнее будет больше именно привлекать. Спам уже не в моде, да? То, что мы немножко, конечно, комментарии пишем к звездам, не к звездам, но это не совсем. Спам, я считаю, мы людям не надоедаем. Я говорю, а Лазареву, там, Кугачеву, им без разницы, что мы им написали. Они даже не прочитывают эти комментарии. Вот. Правильный интернет-предприниматели спам стараются много не заниматься. Мы должны создать такие условия, чтобы люди сами захотели к нам присоединиться. Они будут видеть нас как живого человека и захотят присоединиться к нам в команду, зарабатывать деньги. Мы должны не просто продвигать компанию или продукт. Компания, это, конечно, хорошо, но мы также должны продвигать себя. Мы должны продвигать себя для того, чтобы люди захотели подружничать именно с нами. Сейчас очень много, кто продвигает себя в Украине. Очень личный бренд. Но человек идет именно на человека. Вот я, например, пришла в эту компанию, мне девушка просто спамом написала в Однокласснице. Но я даже не стала просматривать ту ссылку, которая на меня отправила. Я пришла именно на того человека. поэтому у вас должны быть именно личный бренд, он должен быть раскручен. И вы еще много тренингов про это найдете. Я расскажу именно, что в Инстаграме можно делать. Если вы считаете, что это очень сложно, то вы глубоко ошибаетесь. Не нужно для бренда показывать, что-то такое вот там небывалое, какие-то деньги, чеки, которые вы еще пока, новички, вот кто пришел не зарабатывают. Вы можете взять там чеки, вы сейчас по ящике написать, вот мой там знакомый, мой директор зарабатывает столько. Ну, а также вы можете просто показывать свою жизнь, свою обычную жизнь обычного человека. Особенно вот сейчас удобно нам, кто с детками, мамочке в декрете, и в декрете просто дети, детей фотографируйте, пожалуйста, отправляйте. Людям это интересно. Да просто сейчас это, сейчас уже фотографируют все, что возможно. Вы пошли куда-то, да, на день рождения, вы можете сфотографировать там на площадь, пошли сфотографировать подписи, некрасивые, что вы реально живете, что вы живой человек, а не робот, который только зовет на бизнес. Люди чаще присоединяются не на доход, а на личный бренд именно. Многие, кто уже там известные стали вайсэме, они личным брендом и берут. Как вы будете строить диалоги, откуда и будет к вам поток регистрации, да, диалог в социальной сети, именно диалог в инстаграме, это ваши фотографии. Фото на страницах, фото на стене, посты на стене, как вы пишете, люди читают и видят, что вы вообще из себя представляете, чем вы делитесь с человеком, на ваши мысли. Тут важно все-таки делиться больше позитивом, потом никому не интересно читать, да, как вам плохо живется, это вообще не нужно писать, об этом даже не нужно думать, нужно всегда думать в позитивном ключе, как Виля говорила, нужно показать себя интересным человеком, если вы чем-то увлекаетесь, девушкой там, вышиванием, вязанием, без разницы, цветами там, мужчина может быть и рыбалкой, чем-то, можете выставлять фотографии, не обязательно даже свои, но эту тему, особенно вконтакте, посты на эту тему, люди будут, ваша целевая аудитория будет это видеть и приходить, что вы, и просто, конечно, должны промеркивать фотографии и посты по работу, но все-таки, как о человеке, да, цветы вы сегодня посадили, еще что-то, вы тоже должны писать. Важно делиться позитивом, как я сказала, человек всегда делится тем, что у него внутри, так что помните это, недавно Миша провел планерку, буквально, чуть ли не в прямом эфире, просматривал странички и говорил, что убрать, что подкорректировать, просмотрите все свои, эту планерку, посмотрите свои страницы, если вы собрались действительно здесь серьезно работать, то нужно почистить свои страницы, убрать совсем там такие фотографии, где вы там может быть с пивом, не с пивом, совсем не такие лица приятные совсем, и что убирать, посты тоже нужно посмотреть, нужно за этим внимательно проработать это, все-таки, еще будут, конечно, по личному бренду тренинги, и вас всему научат, и уроки у нас будут по личному бренду, внимательно посмотрите свои посты, то, что выкладывать, не нужно никакой, вот сейчас у нас сейчас любимая тема у народа, да, кризис, политика, от того, что вы выложите посты про политику, я думаю, в стране нашей ничего сильно не изменится, вот вы думаете, что выкладываете, позитива от этого мало, если мы будем хаять сейчас нашу систему, также, это, конечно, очень такой щепетильный вопрос, но очень расспособен, но лайкать фотографии, да, с больными детками, я на это настроена очень, именно на лайки негативно, мне очень жалко этих детей, но я считаю, что от того, что люди в сети поставят лайки, у этих детей мало что изменится, потому что много кто, нет, есть люди, которые по этим лайкам увидят и отправят деньги, но большинство просто ставят лайки, лучше отправьте 100 рублей на этот номер до счета, чем вы будете просто лайков, но это мое такое мнение от сугуба, потому что действительно уже этим записывало и сплошные лайки, я не думаю, что каждый кто лайк, он туда вправил хотя бы рубль, ваша страница это ваше лицо и обращайте внимание, как я уже сказала, на ваши посты и фото, фотографии не обязательно должны быть какие-то профессиональные, конечно, не только не мы, а я, у меня тоже пока еще нет профессиональных фотографий и куча стоящих не советуют сделать профессиональные фотосети ну нужно все-таки если у вас на этого пока нет денег, заработаете на это еще фотографии все-таки могут быть обычные фотографии, но чтобы они были достойные, как я уже сказала. Моя страница по личному бренду в инстаграме я тоже еще немножко можно сказать только начиная именно с личным бренда у меня в этом был большой плавал обычная страница точно так же сделана как все страницы единственное я не стала писать свою работу я написала просто мою инстаграме поставила короткий статус сделала ссылку на свою страницу которая у меня основная нерабочая потому что как я уже говорила на той странице я пишу что я действительно все мои друзья и знакомые знают что я в компании Айкейн именно поэтому я с рабочих страниц не делаю переход на эту страницу у меня есть отдельная страница а здесь я тоже страницы на инстаграме пишу что я в этой компании сейчас сейчас у нас очень много пошли в лентах кто увидел кто подседали фотографии именно с конференцией да Миш я не умею делать синхронизацию меня еще научишь но я делаю вот так я здесь показала если нажать на эти чудные три точечки можно пригласить друзей с фейсбук все кто есть в фейсбуке они вам автоматически если они есть в инстаграме пригласятся и так же вот у меня 113 друзей есть в инстаграме я на всех подписываюсь и они у меня все появляются важно чтобы на моей странице для меня по крайней мере были именно мои друзья которые они реальны в моей жизни у меня друзья немножко так большинство с осторожностью относятся к моей деятельности и от того что они будут видеть что я действительно расту куда-то езжу с компанией и это будет мне как личный бренд именно для них и так же у меня много подписчиков как видите 933 подписчика большинство из них просто люди с интернета люди подписываются я подписывалась изначально просто с этой странички немножко работала потом мою страницу я не смогла мне записать в программе но это у меня такие заморочки потому что я не сильно в технике я честно могу сказать метод великий метод цикла это мой любимый метод я сделала новую страничку для бренда синхронизован всех добавили к себе и вот моя страница вконтакте у меня стоит обычный статус такой не сильно какой-то рабочий я имею ввиду именно статус у меня здесь очень много друзей очень много теплого рынка очень много фотографий этой страницы уже порядка более 7-8 лет мне конечно очень сложно сейчас ее подчистить от всякой выведения на стене но я стараюсь хотя бы с новыми постами это равновесие сравнять и так же у меня стоит статус обычный вот буквально сегодня Александр должен был пойти на презентацию но что-то у него не получилось он не дошел я не знаю каким образом он вышел на эту страницу потому что с этой страницы я ее берегу видите что здесь много фотографий много друзей я с ней не работаю активно в группах ничто не пишу но он каким-то образом вышел на эту страницу и тут у меня стоит статус что-то видите что бизнес проект карьеры онлайн хочешь узнать подробнее оставь плюс он поставил плюсик я его пригласила на презентацию потому что страница хоть у меня и для личного пользования она все равно у нас все страницы рабочие многие почему-то считают что это моя личная страница и я могу делать на ней все что захочу но ведь на вашу личную страницу тоже могут зайти ваши партнеры еще что-то и потом как вы им будете объяснять что они не могут вот так делать там всякие фокусы выставляют всякие посты непонятные а вы можете это немножечко некрасиво получается это что касается личного бренда я услышала вчера такую идею по видео девушка работает именно так у нее каждая страница с какой-то темой вчера когда я готовила тренинг посмотрела много видео например одна у нее страница именно с цветами она вот цветы выкладывает другая страница у нее именно дети на ней да вот что-то про работу и дети другая страница о природе вы тоже можете по-всякому придумывать да и фантазировать и делать для себя удобную страницу они не должны быть в этой странице в инстаграме совсем в сухие что вот только про работу вы должны туда выкладывать и она должна постоянно пополняться новыми фотографиями вот в рабочих страниц я вам заговорила что я не посещаю компанию айсен только на странице личного бренда где я хочу чтобы люди видели меня как реального человека нормы скажешь самое интересное сейчас может быть многие напугаются нормы рекрутинга в инстаграме я раньше обрабатывала 16-20 страниц и я считала что я делаю мега много просто до невозможности но пообщаясь как с идеей с другими лидерами а именно с Максимом и Татьяной и Камышовым первый вопрос у них был сколько страниц я говорю на данный момент 17 они говорят а у меня 150 а вот ребята знаю что сейчас Миша начал активно делать страничку до этой цифры я тоже делаю страницу то 150 страниц для инстаграма это норма если вы хотите расти не просто стоять на месте не падая а именно расти мы обрабатываем в день не сразу все страницы мы обрабатываем 50 страниц в день поняли для чего но если 150 150 страниц в день если 100 по 30 по 35 страниц в день для того чтобы странички отдыхали и вас не блокировали да директора растут просто как на дрожжах с этими страницами поэтому я тоже решила этим заняться честно могу сказать я как уже сказала не сильно в технике мне на обработку 16-17 страниц уходило в день полтора часа но если я буду обрабатывать 50 страниц и тратить 3 часа то в принципе я много не потеряю а еще когда вы уже наверстали как сказать натыкаетесь научитесь быстро работать у вас это вообще быстро будет получаться эти странички эти подписки вы уже просто будете не задумываясь там действительно по фаштегам нашел классы поставил подписки поставил фотографии добавил и все замечательно за раз я делаю вот за раз да любое количество делим на 3 50 подписок с каждой страницы я могу когда когда у меня много страниц когда видите в чем плюс когда у вас много страниц вы не загоняете их сделали 50 подписок только на следующий день к ним возвращаетесь когда у меня вот сейчас мало страниц знаете 16 я делаю по несколько подходов в день это 50 подписок 50 классов с каждой страницы заметьте классы и подписки я здесь указала на реальных людей то что вы подписываетесь на блоге и знаменитости для работы мне здесь не считается именно реальные люди должны быть и порядка 6 10 ну 10 это вообще когда у вас мало страниц 10 комментариев чаще всего блокируют еще такое я забыла это сказать с компьютера вы можете отправить с телефона вы можете отправить порядка двух одинаковых комментариях потом вам нужно текст изменить и вам не помогут совсем уставы точечку поменяли вам нужно изменить полностью текст когда вы за раз отправляете с компьютера там побольше порядка может быть пяти я отправляла ну лучше так не рисковать лучше каждые два сообщения менять текст и вот когда много страниц будет 6 комментариев это прям максимум еще вот вы запустили новую страничку 5 дней вы ей дали только фотографии и немножечко подписки ну вот можно там разве не подписывать подписывать просто не обязательно реальных людей просто чтобы вы видели что ваша страница живая на пятый день вы только начинаете отправлять комментарии и первый раз вы можете со страницы отправить комментарии это максимум все так советуют это 2-3 комментария со страницы 2-1 потом вы дня 2 2-3 комментария потом прибавляете еще не 2 чтобы сразу не было такой супер мега активности нужно постепенно приводить в работу и вот мне сказали подседели что лучше больше страниц но с них делать меньше действий пока странички у вас будут дольше жить потому что все знают кто работает уже не работает все знают что могут заблокировать если вычислят странички поэтому нужно ну давайте немножко отдохнуть и что я хочу еще сказать на прощание вы пишите вопросы если есть может я немножко сколка она рассказала могу готовить вчера на трех ночи все методы работают вот многие я слышу такое от моей команды не от моей команды инстаграм не работает но почему-то все другие команды растут многие с кем мы с сибири общались на семинаре растут именно в инстаграме а у нас это не работает инстаграм это вообще как там возможно работать так вот знаете что все методы работают у того кто работает Вот тот, кто будет работать, неважно, вы еще много методов здесь узнаете, доски, объявления, контакт, инстаграм, где бы вы не работали, те методы, которые даем мы вам на обучение, эти методы проверены, и они работают. Поэтому если вот у кого что-то не работает, вы покопайтесь себе, а лучше обратитесь к своему спонсору. Да, в принципе, любому из нас, кому вы написали, мы вам поможем, чтобы разобраться, что у вас именно не работает. Может, вы какие-то ошибки допускаете, такие вот прям банальные для невозможности, и поэтому у вас этот метод не работает. Так вот, тот, кто работает, того все работает, да? Всем спасибо за внимание, и если есть вопросы, напишите, пожалуйста, в чате. Я на них отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok